друзья мои я рада что вы ко мне на канал зашли и сегодня будет видео для многих очень щепетильная тема моего видео колоноскопия мой опыт что такое колоноскопия для тех кто не знает зайдите пожалуйста google посмотрите потому что она не хочу об этом говорить и я ну вот что я знаю допустим в россии в казахстане рекомендуют колоноскопию проходить после 40 50 лет здесь в америке в сша рекомендуют после 50 лет ну допустим моему муж 72 года ему ни разу не рекомендовали и он сам лично не ходил не не проходил эту процедуру я лично уже прошла дважды эту в эту процедуру я прошла осенью 17 года здесь и вот в январе 21 года разница где-то больше трех лет была первая колоноскопия моя получилось седаться седаться это тот же медицинский сон или тот же наркоз но в отличие от такого большого наркоза наркоза медицинский сон в моем случае получился очень такой мягкий щадящий никаких я ничего не чувствовал во время процедуры и только когда-то все закончилось доктор потрогал мою так сказать плечо и сказал все просыпайтесь процедура была где-то минут сорок что еще хочу сказать второй раз мне не повезло так второй раз я проходила так сказать на живую до без седации почему потому что не нашли мои вены мне много раз кололи кололи и было больно но я конечно терпела я очень хотела получить эту седацию потому что я знаю этот опыт что мне было это хорошо ну так получилось в общем они уже больше не стали колоть но до того меня докололи что вот даже через неделю у меня еще ощущалось вот это вот боли в венах но вот что я хочу сказать если вам я не знаю как сейчас в россии в казахстане в других странах если вы будете проходить колоноскопии если вам цена зависит делать седации или без я бы допустим порекомендовала бы лучше заплатить эти деньги и пройти вот с этим сосном с медицинским это в моем случае вот в моем моем в моем опыте это это гораздо лучше ну я конечно немножко веню медсестру которая там работает но доктор конечно мне очень нравится но вот медсестра поступила немножко опрометчивая потому что это был первый случай когда они нашли вообще мне вену причем мне не делали вену никаких инъекций больше трех месяцев поэтому конечно ну конечно конечно ну как уже получилось ну и конечно я по ним я думаю что это был какой-то единичный случай потому что мои вены имеет свою историю это не то что я там когда-то резалась я знаю что есть такие случаи да нет это все по медицинским показаниям у меня вены слабенькие вот что я хочу сказать подготовка подготовка для к колоноскопии очень важная ситуация и я бы советовала кто ест красное мясо довольно регулярно советовала бы проходить пять дней под за пять дней начать готовиться колоноскопии но я ем мало красное мясо и вообще у меня и так диета изменилась за последние два-три года я ем курочку органик я ем рыбку очень редко ем красное мясо ну и овощи фрукты в моем рационе гораздо стали гораздо чаще ну вот основная моя подготовка была перед днем и вот во время дня до когда была эта процедура и в общем они доктора говорят вот знаете я вот специально для видео сохранила здесь до сих пор вот моя фамилия значится вот доктор назначил вот такую штучку называется гавилайф но вы знаете название запоминать не надо потому что даже здесь у нас где-то шесть-семь разных видов их доктора назначают кому какой или какой доктор какой выбирает это уже я не знаю как это делается я знаю что в россии в казахстане есть другие средства это пропиваете конечно пить это ну это это не газированная вода никола ну но это работает это надо будет сделать в общем здесь когда вот дают вот это вот столько порошка и наливаешь в воду вот 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 до сюда до сюда воду наливаешь где-то здесь три-четыре литра ее надо выпить где-то за два-три часа вот ну и и ну и в этот в сам день процедура вообще ничего не ешь за день я перед перед ним я ела и завтрак легкий что еще хочу сказать результаты 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 первого когда проходила первую свою процедуру результаты были такие обнаружили три пиломы да они название я уже забыла называется когда вот их вводишь google вот это название они же мне на английском дают я ввожу они переводятся и там написано предраковые когда доктор во время прям процедуры он их сразу срезал он горит они были не огромные небольшие вот я никакой вот никакой вот от того что он них срезал три штуки ничего не чуяла не после нее во время и он послал на биопсию и в общем все хорошо и вот когда второй раз проходила во втором во второй во случае у меня не было ни одной пиломы что очень обрадовало меня и еще меня очень удивило и доктора очень удивило он говорит у тебя кишечник стал гораздо чище чем он был в первый раз наверное не это запоминает конечно три года это как бы я не как-то где-то записывают наверное но как-то вот так вот он не сказал он горит и что делаешь ты горь перестала есть мясо или что я говорю ну я красное мясо мало ем и вообще я он горит и наверное стала этим вегетарианцем я говорю нет не сейчас не в этот раз и я сказала что я пользуюсь продукции юсаны он говорит вообще конечно он очень удивился он как я посмотрю что это за продукции и я горит буду рекомендовать своими пациентам кто горит хочет этим пользоваться я конечно бы вам тоже посоветовала пользоваться но и сана не торгует не в россии не в казахстане и если как заменители или как вот подходящий тоже который проводит такую чистку и довольно качественную это вот у coral club но по coral club я вам скажу что я там если вы мне напишите на электронный адрес или в комментарии скажите как эта продукция называется я вам назову сказать что я вот имею от этого дивиденды не грамма не копеечки да но и сана конечно я пою сани я больше заинтересована потому что юсаной как как я ее полюбил с пятнадцатого года эту продукцию и как только я свою green карту получила я сразу решила вступить в эту компанию и я конечно я являюсь как бы дилером или но я не особо дилер я знаете кто я не делаю бизнес там я я я я потребитель такой вот хороший потребитель этой продукции что еще хочу сказать я хочу вам сказать ребята что конечно это вам решать проходить вам или нет но вот если у кого-то есть показаний я бы советовала потому что вот допустим моем варианте не прошла бы я первый раз то значит эти пиломки бы они бы подрастали да зачем вам это надо если уже что то есть лучше уже убрать ну вот теперь уже доктор мне сказала что интервал будет следующий интервал если я захочу следующий раз пройти уже больше пяти лет вот так вот ну вот все что я хотела сказать я сказала думайте сами решайте сами вот спасибо что были со мной ребята кто еще не подписан на канал я буду очень рада если вы подпишетесь я рада каждому своему подписчику и с очень глубоким уважением отношусь к вам да и нажимайте на этот колокол колокол колокольчик но я хочу это называть колокол изобилия потому что ну вот ну вот так я его так воспринимаю вы воспринимаете как вы хотите как вам это больше нравится и по концовке я хочу пожелать и вам и нам быть счастливыми пока пока